Запрещается разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. В случае нарушения правил, ваш результат выполнения диктанта победы будет аннулирован. Четкий подробный инструктаж перед выполнением задания, удобная рассадка и запрет на использование гаджетов. В партизанской деревне парка «Патриот» прошла всероссийская акция «Диктант Победы». Глава Одинцовского округа Андрей Иванов, активисты местного отделения «Единой России», ветераны Великой Отечественной войны и юно-армейцы приняли участие в патриотическом мероприятии. История Великой Отечественной войны, она, наверное, бескрайняя. Там миллион, может быть, вопросов и герои Великой Отечественной войны, и исторические места, и бои. Для большинства мероприятие стало традиционным, но среди участников оказались и те, кто пришел впервые. За 45 минут было предложено ответить на 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны. Мне понравилось. Это было очень необычно, интересно. В формате ВПР, можно сказать, были интересные задания. О чем-то я узнала впервые. После написания диктанта победы всем выдали сертификат об участии. Кроме того, для всех желающих провели увлекательную экскурсию по комплексу «Партизанская деревня». Историю своей страны, историю своего государства должен знать каждый гражданин, а тем более историю такого знакового для нас события, важного события, как Великая Отечественная война. Впервые диктант победы провели в 2019 году. Акция нашла широкий отклик в 24 государствах. Тогда в нем приняли участие более 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. После этого было принято решение о его ежегодном проведении. В этот раз проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны смогли более полутора миллионов человек по всему миру.